24 на 7 Владикавказ. Здравствуйте! В городской мэрии состоялось совещание под председательством главы администрации Владикавказа Бориса Албегова. Тема – состояние пожарных гидрантов города и мер по их приведению в полную готовность. Были приглашены сотрудники водоканала МЧС Республики, а также дорожники. Для ясности, пожарный гидрант – устройство на водопроводной сети, позволяющее подключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара. Наличие пожарных гидрантов является отличительной особенностью сетей противопожарного водоснабжения. В предыдущие годы, как рассказали на совещании, многие гидранты были закатаны асфальтом, другие просто не обслуживались и пришли в негодность. Теперь необходимо их вновь привести в первоначальный вид, отметил Борис Албегов. В течение нескольких месяцев все заинтересованные структуры вначале комиссионно составят список пожарных гидрантов с дефектным актом, затем приведут их в порядок. В Северной Осетии сегодня существует огромное количество хореографических коллективов, однако венцом танцевального искусства было остается прославленный Государственный Орден Дружбы Народов, Академический ансамбль народного танца «Алан». Вот уже 80 лет этот творческий коллектив с блеском представляет культуру родной республики в разных уголках планеты и покоряет высоким мастерством сердца миллионов людей. Сегодня в Осетинском театре прошел праздничный концерт, который посетили высокие гости. Среди них руководство республики и города, видные деятели искусства и культуры. Каждый номер «Алана» – это целая композиция, показывающая историю и этнос. В репертуаре ансамбля не только осетинские танцы, но и танцы всех народов Кавказа. Нодар Плиев, Альбина Баева, Алик Хасиев, Ирбек Туаев – лишь немногие из имен, прославлявших «Алан» в разные годы. За 80 лет коллектив объездил десятки стран и везде имел ошеломительный успех. Свидетельство тому – многочисленные награды. Желаю сохранить и сберечь эту высокую оценку и отношение к «Алану» – жемчужины культуры и искусства Осетии. Все убираем вас, Алан, счастья, здоровья и творческих успехов всем тем, кто причастен к созидательной деятельности ансамбля. Ежегодно традиционные мероприятия «Ко дню инвалидов» устроили сотрудники Правобережной и Левобережной администрации Владикавказа – развлечения для детей с ограниченными возможностями. 40 детей из правого берега Владикавказа пригласили в детский развлекательный центр «Доменика». Для малышей устроили праздник со сказочными персонажами, аниматорами, вкусным угощением. Сертификаты на денежную сумму подарил сеть магазинов детской одежды «Сказка». В любом из сетевых магазинов можно будет приобрести наряды на предстоящие праздники. Левоберег также устроил для ребят настоящий праздник в детском развлекательном центре «Радуга». Мы пригласили детей с ограниченными возможностями, эти детки больны детским церебральным параличом. Мы на протяжении уже более 8 лет дружим с ними, пытаемся в течение года уделять им внимание. Сегодня мы пригласили в количестве 20 человек, их сюда с родителями этих деток. И детский развлекательный центр в лице директора Беликова Ислана Владимировна. Мы нашли понимание в ее лице. Они уже третий раз принимают здесь тоже этих деток. И мы выражаем им благодарность от лица Левобережной администрации. И также благодарим местные отделения, северо-западное и затеречное отделение Российской политической партии «Единая Россия», которые тоже уделят внимание и небольшие денежные вознаграждения подарят этим деткам. В Владикавказе завершился муниципальный этап Всероссийской предметной Олимпиады школьников. Олимпиада проходит в четыре этапа. Школьный, муниципальный, региональный, всероссийский. В муниципальном этапе, который завершился на днях, приняло участие более 3000 детей из 7-11 классов. Олимпиада проходила по 21-му общеобразовательному предмету школьной программы. Как рассказали организаторы, а это Управление образования столичной администрации, приоритет был отдан таким предметам, как английский язык, биология, математика, русский язык, общество знания и, конечно же, язык осетинский. Это не первая моя Олимпиада. В прошлом году тоже принимала участие осетинский язык. В этом году принимала русский язык, недавно был, и сегодня осетинская литература. По результатам было выявлено 120 победителей и 130 призеров. 24 на 7, Владикавказ. Всего доброго.